За последние 8 лет на меня было снято десятки псевдоразоблачительных видеообзоров, разных видеовысеров и негативных высказываний. Началось это в то время, когда мода на стероиды была очень высокой, и я был одним из немногих, кто открыто выражал свою антистероидную позицию. И поэтому я решил снять короткую видеоинструкцию, как правильно меня разоблачать, потому что в тех многочисленных видеороликах, хотя, конечно же, смотрел я их не все, только те, что мне присылали, в тех роликах я не увидел ничего по существу, никаких доказательств. Какие-то голословные заявления, не подкрепленные ничем, кроме обиженного мнения этого же самого заявлятеля, который не является экспертом в этой области. Некоторые из тех, кто снимал во мне всякую херню, смогли стать известными, но делали они это тогда, когда я был здесь, а они были вот здесь. И, естественно, делалось это для того, чтобы соснуть моей аудитории, сказав обо мне что-то плохое, подняться в глазах каких-то интернет-хомячков. Это разные дочки, денчики, блуды, немаги и так далее. Некоторые из них в попытках пропиариться имитировали какую-то инфовойну, поскольку я им не отвечал, а мой ответ им был очень нужен. Например, два сибирских дурачка сняли серию видеороликов, где один якобы играет роль меня, а второй имитирует какие-то сексуальные деяния над ним. И, по сути, два взрослых сибирских мужика трахнули друг друга на камеру и решили, что этим они меня как-то оскорбили, опустили и сами поднялись в чьих-то глазах. Потом эти же люди, заметив, что под их видеороликами скапливается огромное количество негативных комментариев и дизлайков, зашли на какие-то сайты, где можно купить лайков, дизлайков, зарегистрировали себе аккаунт, наделали скринов и сделали так, как будто бы я на них заказал какую-то кучу дизлайков и вроде бы как веду какую-то войну. Подобные художественные произведения снимали и другие гениальные манипуляторы. Но, к сожалению, я не нашел времени и желания ответить ни одному из них в формате видеоролика. Что примечательно? Примечательно то, что никто из тех, кто снимал обо мне какие-то разоблачительные видеоролики, какие-то высказывания, ни разу не написал мне, не позвонил, хотя я всегда открыт. Вы можете написать мне на электронную почту, вы можете написать мне в соцсети, вы можете просто взять телефон и позвонить. Даже комментаторам под моими видеороликами, статьями, которые выражают какое-то негодование, несогласие, которые заявляют что-то вроде «Вот я ортопед с 15-летним опытом, и от твоих упражнений на выравнивание позвоночника появится 4 грыжи и рассыпется весь позвоночник, так делать нельзя». Или «Вот я тренер с 20-летним опытом, от твоих приседаний повылетают мениски и так далее». Таким людям я говорю «Окей, пишите мне, звоните мне, приходите, проведем открытый вебинар, сделаем видеозапись, выложим в интернет». Но почему-то после таких приглашений все комментаторы куда-то резко теряются. И за 10 лет почему-то никто из них не согласился ответить за свои слова. Я уверен, что каждый, кто захочет обо мне снять какой-то видеообзор, либо высказывание, обязательно посмотрит этот видос. И чтобы подрастающее поколение не делали ошибки предыдущих, я думаю, это будет очень полезно. И, кстати, я лично никогда не высказывался негативно на публику ни об одном человеке, потому что считаю это каким-то заспинным тявканием. Если ты хочешь предъявить какие-то претензии, обратись к человеку. Скажи ему это в лицо, если у тебя хватит яиц. Да, я мог выразить свое мнение относительно каких-то текущих трендов, тенденций, какой-то моды, которая мне не нравилась, и я предоставлял аргументы в пользу своей точки зрения. Но переходить на личности – это как-то низко, тем более заспинное какое-то кваканье. Ну, извините. Итак, разберем самые грубые ошибки по видеообзорам и высказываниям. Их всего две. Первое. Если вы намерены меня в чем-то разоблачить, в чем-то обвинить, то говорите прямо, конкретно и по существу. Не бойтесь, это не страшно. Тысячелетиями люди говорили прямо, конкретно, по существу. Особенно это было принято в мужском коллективе. Еще нужны факты. Потому что если ты сказал, он плохой специалист, о чем свидетельствуют многочисленные негативные отзывы, и ты не показал эти отзывы, то это просто голословное пиздобольство. Пойми, сказать, он плохой специалист, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы. И показать эти отзывы, хотя бы малочисленные, это не одно и то же. Потому что очень легко перейти на мой сайт, где как раз таки есть многочисленные положительные отзывы о моей деятельности и с ссылками на моих клиентов. То есть можно кликнуть и пообщаться с теми клиентами, которые оставили обо мне положительные отзывы. На сегодняшний день из всех этих десятков разоблачительных видео и высказываний относительно меня, с самым мощным доказательством моей некомпетентности и неквалифицированности, это трехсекундный кусочек видео из моего старого вебинара, который был снят в 2010 году, где я говорю, что я не знаю, что такое L-карнитин. Но создатели этого разоблачительного обзора забыли добавить, что я говорил подобное более сотни раз относительно кофеина, протеина, креатина и других разных пищевых добавок. До этого в тех же вебинарах я много раз спросил людей не задавать мне те вопросы, ответ на которые можно найти в интернете, элементарно немножечко загуглив. И также говорил, что не задавайте мне подобные вопросы, потому что я на них не буду отвечать. На видео высерой и псевдообзора я не отвечаю, уж извините. Если у вас есть ко мне какие-то претензии, какие-то предложения, вы хотите что-то обсудить, что-то предъявить, вы всегда можете связаться со мной через соцсети, электронную почту, либо просто позвонив по телефону. Итак, подытожим. Если вы не эксперт, но вы решили, что я в чем-то очень сильно не прав, и вы хотите меня разоблачить, то говорите прямо, конкретно, по существу и обязательно не забудьте представить доказательства своих слов. Если вы эксперт, вы можете и хотите доказать мне, где и в чем я не прав, то вам еще проще. Просто звоните, пишите, записывайтесь на диалог, который мы проведем, запишем и выложим в интернет. На этом все. Прошу прощения за ненормативную лексику.